Всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня мы с вами на моем канале поговорим об очень интересной практике, о интересной игре. Я сегодня нахожусь в Ясляпе в Москве и хочу вас сегодня познакомить с ведущим клуба инвесторов и ведущим игроком техникам, правильно я сказала, с Ириной Говоровой, участником игры, которые я сегодня была. Ирина, и вот я решила у Ирины пораспрашивать очень интересный вопрос, как вообще эта игра создавалась. Вы немножко поговорите и вам рассказать о программе, о игре «Денечный поток 1.0» по роду Киосаке. Ирина, расскажи, пожалуйста, о том, что ты вообще так произошла, что ты решила заняться этим игром, ввести вот эту игру. Вообще опыт показывает, что это моя стезя, мне очень нравится это делать, с удовольствием каждую субботу я провожу в Москве эту игру. Но началось все с того, что в декретном отпуске, как обычно, в полный рост встал вопрос одеждений, который заканчивался в первые две недели. Ага, как всегда. До сих пор это так. И тут как раз я понимаю, что, наверное, я не умею с ними общаться, распоряжаться, планировать. И нашла книжку «Денечный поток» и «Бедный папа, богатый папа» Роберт Киосаке прочитала. И там как раз есть ссылка на игру. Я целый год хотела играть, прокачивать свои навыки и умения. И вдохновилась настолько, что научилась в юности. Очень важно. А получается, вот ты уже сколько лет получаешь, много, да, достаточно? С 2006 года. 15 лет. А как сейчас получилось так, что ты решила восстановить эти введения? То есть вокруг, да, у тебя такое подсообщество, а люди, которые приходят в идеалы? Да, вокруг нас формируются определенные люди, которые в русле формирования своих инфекционных отношений хотят улучшить и мы собираемся. Мы когда-то обсуждаем, когда-то просто играем, когда-то обсуждаем стратегии и мы проведем новые возможности. И мы коррелируем это все с ситуацией, где в реальности можно заработать вещи и как можно спортировать финансовые и инфекционные партии. Как помогла игра тебе зайти из самой игры после того, как ты вышла из бюджета, прокачалась? Как, насколько поменялась твоя жизнь? Какая эта ситуация? Поменялась большая, поменялась особенность, стало больше понятно вообще храдение твоей жизни, про управление и реальность. И по играх в эту игру, мы сейчас уже купили парнеры на майнинг, на майнинг, на майнинг, на майнинг, на майнинг, на майнинг. И эти деньги, которые были нам нужны, были вложены в правильное место, не в машину, но которые дешевеют, не нужно амортизировать, не нужно обслуживать в майнинг, которые подошли в следующий день у нас. То есть, получается, что благодаря тому, что на какие деньги вы инфекционировали в майнинг, или провалют, и начали развиваться в каких-то валютах. Да, и как инфекционировали. Сейчас это, кстати, очень даже неплохая ниша, в которой можно достаточно быстро преуспеть, и в материале, в принципе, тоже это показывают, правильно? Да, и механизмы, и стратегии, мы все это видим, и все мы это на личном опыте проигрываем, что мы пропускаем этот опыт через свои эмоции, через тело. Потому что знание уже не силы, а применение знаний, делание, вот это не силы, потому что сейчас очень быстро все меняется. Сегодня ты получаешь знания и быстро внедряешься в жизнь, и завтра ты получаешь результат. Это как работает? Очень интересно. Я на самом деле сегодня играю в игру, да, в нашем. У меня был опыт игры в потоке денежного потока, но, кто бы кто не играл, я очень рекомендую это, хотя бы «Крусиный ребят», как это называется. Но здесь, это адаптированно, то есть я впервые увидела игру, где Лера, другая абсолютно, другая позиция, карты, может быть, карточки те же, только сами ситуации, но игра, она другая. И вот эта игра, она показала достаточно интересной даже личностью, да, такие моменты, где, что как бы, по вектору радо-напонамерить, да, о которых я уже говорила. Очень достаточно просто все. Нужно просто изучить несколько инструментов для того, чтобы составить план. И мы тренируемся в игре «Одрабо-напон» на собственном опыте, пропуская эмоции и действия через тело, и запоминает не только морское тело. И потом, когда он встречает в реальности летающую ситуацию, человек правильно реагирует, и он увидит, где есть возможность либо заработать, либо правильно вложить, либо сделать правильное действие с личными финансами. То есть это игра конкретно про личные финансы, ну, по крайней мере, по следам. Ну, мне очень понравилось, знаешь, то, что отношения, вот, например, там, в игре, заложено огромное количество работных неизвестных. С акциями, облигациями, с рынком, ну, да, знакомые люди. Но, а отношения, к примеру, там, в неизвестности, многие боятся, ой, ипотека возьму, я не возьму. А ипотека, это на самом деле дает больше, как и соревнования. Да. И это тоже снять, это как такой блок, инвестиционный. Что это дает возможность, и кто это может показать. То есть, получается, игра, это, вот, как раз, возможности теле проживистую жизнь и посмотреть нюансы. Да. Но, причем, мне очень понравилось то, что мы, вот, сейчас смотрели, кто вообще себя в жизни, да, реализовывает, и, как, около, какие боязни, страхи. У нас сегодня была достаточно насыщенная игра, мы, вот, вот, мы, вот, прям, все прокачаны от нас. Да. И мы, вообще, как бы, часа четыре мы играли, но, вот, достаточно много, да, игра. Но она дает, вот, много, вот, моментов особенностей даже, я бы сказала, в будущем институте. Очень интересно, скажи, пожалуйста, да, вот, цвета это направление. И вот, какие бы советы выдала начинающим людям, которые вы, наверное, не играли в игру, и, может быть, хотели бы послонить, изучать, как это можно сделать. Ну, что нет? Да. Первое, что приходит в голову, это, если я не играю в институте, если нет этой идеи, но хочется увидеть это направление, играть, то я сам у себя активна. И я себя развиваю по факту жизни. Себя, это за то, что значит, вкладываю в обучение, в финансовое обучение, финансовые знания, финансовые, тоже, изучение финансовых инструментарий в себя, как в актив. И дальше, когда мы используем реализацию реализации, то есть, если ничего нет, мы с чего-то будем начать, читать книги и общаться с правильными людьми. По первым рекомендую. Я бы здесь, кстати, порекомендовала очень интересную книгу. Она, в принципе, не родит такие сайты. Богатый папа, это папа, да, для инвестирования. Но мне еще очень нравится, и я под ссылку, наверное, на это видео оставлю, ссылку, где можно приобрести. Это Киккиосаки, богатая женщина. Да. И вот чисто девочек, это информация для нас. Если мы хотим понять, как нам инвестировать позицию женщины, то это прям лайк. Порядом, объяснение адсоциации и тому подобное. Поэтому обратитесь потом по ссылочке, посмотрите. Спасибо большое. Я немножко еще покажу, как этот наш сегодняшний процесс приятно проходил. Обычный Киккиосаки с педрогенежный поток, только переведенный, ну, по веселее, скажем так, и поактуальнее. Весь смысл он сохранен. Как ставили намерение? Просто про себя задаем задачу своей системе, раз она называется, системе мозга, да, о том, что хочу понять. Хочу понять, где у меня закрытость с финансами, хочу понять, где у меня зона расширения, хочу понять, где у меня узкая зона, которая уже проработает. Хочу понять, что мне тормозит, хочу понять, что у меня может ускорить. Хочу понять, что мне надо понять. Из серии я не знаю, чего я не знаю. Вот. Поэтому, да, поэтому то, как вот сейчас ты поставишь намерение, желательно записать и потом отследить в конце игры, что-то там. Мы выбираем. У нас вот такой баланс вылезательный внутри. Кандашик, пластик. И вот тут, начинай. Главное, что надо выбрать? Выбираем картку профессии и переписываем данные в игровой баланс. Заветная мечта. Я, подожди, подожди, я гражданский летчик авиации. Ура! И моя заветная мечта. Что я должна с ней сделать? Выбрать. Выбрать. Это тот индивидуальный, частный, абсолютно свой собственный денежный день. Вот тут вот разные вот именно мечты. Это большой круг. Здесь мы выбираем то, что мы хотим. Мечту заветную. Потому что, в общем, это двигатель такой прогресса. Двигатель нашей жизни. То, ради чего мы утром, в холодный, зимний и не у нас на день, не солнечный, просто поднимаемся и двигаемся. И если нам сложно, если нас пинают, если нас расстреют, мы встаем и идем дальше. И нас ведет как раз эта мечта. Есть ли она у вас вообще? Да. Так что выбираем. Сейчас вот буду выбирать. Мне все денежный поток нравится. Мне нужно выбрать фишечку. Фишечку надо выбрать. Смотрите, кто у нас тут. Вот этот. Вот этот. Песик. Фиксик есть. Ой, я фиксиком хочу быть. Она прикольная, кстати. Вот. Единорожек. Короче, здесь очень интересные всякие такие игры. И выбрала вот такую мечту, детскую биржу. Основать школу инвестиционного предпринимательства. Ну вот у меня фотограф будет вот тут. А, наверное. Здесь будет мечта. Точнее, не фотограф. Убираем. Заветная мечта. Мне идут сюда. Вот так. Да, свободные. Листочков. Это все вам в помощь. Вот это вот официальный документ. Если здесь будут ошибки, это штраф плюс. Это баланс на веселые парусели на маленькой дорожке. Следующая страница у вас. Это баланс на скоростном труде. Третья страница. Рабочая ведомость на коротких позициях. Сюда можно записывать акции, облигации. То, что вы будете покупать в ходе игры. Активы. И последняя страница. Кассовая книга для учета наличности. Учет наличности. Он настрой. Ну, я могу еще сказать, что в принципе, если вы находитесь в Москве, я под этим роликом тоже для вас, друзья, оставлю контакты, как можно на старение обратить. Как вы можете прийти на эту игру «Денежный поток», приятно провести время, ознакомиться с новыми людьми, посмотреть, протачиваясь самого себя, бывать в состоянии игры и саморазвития достаточно такого. И вы сможете пройти вот этот этап личностного роста. И поиграть – это очень комфортная сцена в игре. Вот говорю конкретно. И вы сможете просто познакомиться в жизни. И, в принципе, воспользоваться вот этой программой. Все. Я надеюсь, что… Я вот очень рада, что мы с Электрикой научились такую жилую комфортницу, потому что я давно слышала. И спасибо за эту историю. У меня в новости было достаточно много. Правда, мне показало по-новому, я поняла все минуты, чтобы закачивать, чтобы увеличить свой финансовый поток. Это вот самая главная цель игры, которую я обычно переследую, чтобы человек на следующем уровне оказался. Но мне интересно. Я один раз сыграла в момент обращивания каждого периода конкурсии. Мне даже интересно смотреть. И вот это повысило такое знание. Поэтому рекомендую такие игры. Они действительно придают определенное осознание. под видео ставлю. Кому понравилось, можете ставить лайк, пишите комментарии. Обязательно я вам поставлю контакты Ирины, сможете ознакомиться. И обязательно в Москве, кто находится в Москве, кто в других городах вдруг случайно вы здесь окажетесь, я вам рекомендую приближать именно к Ирине познакомиться. Ну а если у вас нет такой возможности, вы можете воспользоваться совершенно спокойно, идти на такую, что расформационную игру в вашем городе, который проводится достаточно много сейчас. Это клуб миллионеров. Он дает возможность играть в этот денежный поток, в коробочке и остатки. Спасибо большое, ребята, за видео. Ирина, спасибо большое, что вам было сегодня в интернете видео. Вот. Так что до встречи. Пока.